Жизнеутверждающие сведения о спаде пандемии позволили медицинским работникам заняться поэтапным снятием ограничений во всех 15 поликлиниках Щелковской областной больницы. Один за другим возобновили работу узкие специалисты. С 26 числа открыта запись ко всем специалистам узким, консультативные приемы, открыта вакцинация к терапевту, педиатру, хирургу, офтальмологу, лор-врачу, врачу-гинекологу, открыта самозапись пациентов через портал госуслуг и по единому телефону 8 800 550 50 30. К профильным специалистам, как и до пандемии, на прием записывает врач-терапевт при наличии медицинских показаний и после проведения необходимых исследований. 6 июля заработают кабинеты физиотерапии. Следующий этап – открытие дневных стационаров. Со 2 июля мы постепенно начинаем открывать дневные стационары при поликлиниках. Единственное, что на сегодняшний день у нас пока не работает, это профилактические осмотры и диспансеризация. Мера эта вынужденная и действует, пока в поликлиниках не спадет наплыв пациентов, которые на протяжении 2,5 месяцев соблюдали режим самоизоляции. Время приема остается увеличенным – к отдельным специалистам до 30 минут, чтобы можно было выполнить обработку помещений. С 26 июня открылись также прививочные кабинеты. Уже сегодня в поликлинике на Парковой можно бесплатно сдать иммуноферментный анализ крови на коронавирус. Проводится у нас ИФА-исследование на антитела к коронавирусу. Все желающие могут его пройти. Единственное, что для этого нужно, конечно, записаться. В ближайшее время у нас ожидается в течение 1-2 недель поставка данного анализатора в нашу больницу для проведения этих исследований. Записаться на ИФА-исследование можно через тот же портал Госуслуг или на приеме у терапевта. Нагрузка на врачей все еще очень большая. Пациенты с коронавирусной инфекцией выявляются ежедневно. Пожилым людям пока что рекомендуется вызывать врача на дом. Все поликлиники городского округа Щелково постепенно входят в свой обычный ритм работы. Но не стоит забывать, коронавирус еще не отступил и следует соблюдать элементарные правила санитарной безопасности. Находитесь друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.